Привет, меня зовут Анатолий, я люблю велосипеды, кофе и книги. Сейчас я расскажу вам о том, почему мы разучились читать, где послушать отличные лекции по современной литературе и о крутых парнях, которые отлично разбираются в компьютерах. Недавно я дочитал роман «Граф Зеро» Уильяма Гибсона. Ещё одно название этого романа – «Обратный отчёт». Это игра слов по-английски «Count Zero». Уильям Гибсон – это знаменитый писатель американского происхождения, который вольно или невольно стал создателем такого явления в массовой культуре, как киберпанк. Под этим обычно понимают создание каких-то мрачноватых миров, мрачновато-грязноватых миров с негативными оттенками, посвящённых нашему будущему в электронно-цифровую информационную эпоху постиндустриальную. О том, как там будет жить человек, чем он там будет заниматься. Уильям Гибсон писал именно об этом. Его трилогия «Киберпространство» собственно и посвящена в первую очередь такому не очень весёлому миру, поделенному между корпорациями, в котором живут маленькие пешки-люди, которые пытаются выжить в этом мире, пытаются найти своё место, заработать денег, найти свою любовь и так далее, и так далее. «Граф Zero» – это второй роман из трилогии «Киберпространство». Первый называется «Нейромант», и стал он в своё время просто бомбой. Сделал Гибсона очень знаменитым. Ну, наверное, вы слышали о Джонни Мнемонике по фильму, в котором снимался Киен Ривз. «Джонни Мнемоник» – это небольшой рассказ, который тоже происходит в мире киберпространства. Это очень странный мир, в котором, например, есть субкультура, где люди вместо своих собственных челюстей хирургическим путём себе добавляют собачьи челюсти и живут в некотором роде по законам собачьей стаи. И это только мелочи. То есть, бывают там наиболее странные люди в этом мире, Уильяма Гибсона. И мир довольно жесток. Он подчинён закону постоянного поглощения одних сил другими. Человеческая жизнь там, в общем-то, стоит очень мало. И обрывается очень стремительно. Но самое главное, наверное, в Гибсоне для меня вдруг стало не только его содержание, не только то, о чём он говорит, не только его критика этого мира, поделённого между транснациональными корпорациями, не только его размышления по поводу концентрации власти в одних руках, или в руках какого-то семейства, или в руках какого-то акционерного общества, не только его желание показать героя решительного, героя, который отказывается от лёгкого пути ради того, чтобы сохранить самого себя. Меня в очередной раз поразило у Гибсона то, какой же он всё-таки писатель. Насколько всё-таки форма, поиск языка, поиск речи для него важнее, чем сама история. Хотя, конечно, Гибсон отличный рассказчик, и он суперклассно сочиняет истории, сюжеты у него очень здорово сделаны. О чём он совершенно без лишней скромности говорит в интервью, которое в послесловии к роману опубликовано в том издании, в котором я читал. В этом интервью Гибсон говорит, что, конечно, сюжет надо уметь делать, и вообще круто быть увлекательным, круто быть интересным, круто быть популярным. Но в этом интервью он упоминает своего приятеля, другого писателя, и говорит о нем, ну, к сожалению, этот супер-мега-крутой, офигенский писатель, его никогда не будут читать. Он не найдёт своего читателя, потому что, ну, мне проще, я вот в своём гетто научной фантастики живу, и вот у меня есть читатель. Потому что есть какие-то механизмы распространения информации о той литературе, которую я создаю. Причём это классная литература. А вот мой приятель, вот он написал классную книгу, отличную просто, но ёп... Он обречён. Она слишком хороша в каком-то смысле. А точнее, она в какой-то такой нише, которая не существует. Просто нет читателя для этих текстов. У Гибсона, к счастью, эти читатели нашлись. Книга «Граф Зеро» — это середина 80-х годов. Вот только-только вышел «Терминатор» в интервью. Кстати, Гибсон обсуждает это со своими собеседниками. И, конечно, от этого интервью и от самого романа нанесёт такой свежести, такой яркости, таким интересом к идеям и такой уверенностью всё-таки в каком-то уверенностью в завтрашнем дне человечества. Всё-таки, при всём при том, в конечном итоге Гибсон никакой не панк, на мой взгляд. Он романтик. Его герои ведут себя по-человечески. Они в таких сложных ситуациях ведут себя героически. Они побеждают, хотя иногда не без потерь. И это прекрасно. И концовки у Гибсона всё-таки и положительные, и вполне романтические. Но через тему транснациональных корпораций я как раз перейду к лекциям Константина Мильчина. Есть такой литературный критик российский. И недавно я обнаружил, что на одном из сайтов выложены его лекции, посвящённые истории современной русской литературы. Ну, с 1991 года. То есть, всей литературы в Российской Федерации. Которая здесь, конечно, шире. Литература написана на русском языке. Иногда даже и о зарубежной литературе Мильчин говорит. Лекции очень интересные. Я прослушал пока не все. В них довольно много информации. Он идёт прямо по годам. 91, 92, 93, 94. И можно действительно получить общее представление о том, что же происходило за последние уже 25 лет. Как-то подытожить и узнать то, что вы пропустили. Потому что, конечно, я всерьёз читать современную литературу. Начал только, когда начал её преподавать в университете. Уже в нулевые годы. И, конечно, 90 я, в общем-то, пропустил. И нагонял уже потом. И многое прошло, конечно, мимо меня. Многие дискуссии, многие проблемы, которые волновали людей тогда, сейчас уже не очень актуальны. Или актуальны ни в той степени, или ни в том разрезе. И Мильчин рассказывает на том, как всё это происходило, что издавалось, какие книги получали премии, почему. Какие книги становились популярными. Почему это очень интересно. Переходите по ссылке, слушайте. Эта аудиолекция единственная, как бы, большая проблема с этими лекциями. Очень плохое качество записи. Там довольно много интершума. И, ну, нужно слушать в наушниках и в тишине, в общем, аккуратно тогда. То есть, ну, это уже проблема такая. То, что, в общем-то, никто, видимо, сначала не планировал их выкладывать. И как раз Константин Мильчин, причём здесь в транснациональной корпорации, он упомянул в одной из своих лекций отличную, очень интересную книгу, которую я тут же прочитал. Потому что, ну, просто очень меня привлекла тема. Это книга Андрея Шифрина «Трудно ли быть издателем или как транснациональные корпорации захватили книжный рынок». И тут ещё можно поставить запятую «И отучили нас читать». Потому что Шифрин, конечно, один из независимых ныне издателей. Он создал новое издательство на других таких некорпоративных принципах и ставит во главу угла качество литературы. Корпорации во главу угла ставят только прибыль, к сожалению. И книга Шифрина – это одновременно и памфлет, и такой, да, сатира такая на эти корпорации, где он рассказывает, как всё это работает, как это всё нелепо работает. У него большой опыт, он работал в издательстве «Пантеон», которое было в итоге поглощено крупным издательством. А затем, собственно, это издательство поменяло курс в сторону добычи денег. И хорошей книжке, которую удавалось издавать в «Пантеоне», теперь уже не стало возможно издавать. И он уволился из этого издательства и создал новое. Корпорации действительно делят рынок, и мы это видим сейчас не только в книжном рынке. Мы должны легко заметить это совершенно в любых сферах. Засилье блокбастеров в кино, засилье дурных книжек на полках, которые получают всякие премии, печатаются огромными тиражами, но, в общем-то, являются мусором. Проблема в том, что корпорации, скупая издательство... А, ну, в компьютерных играх, кстати, то же самое происходит, все эти блокбастеры ААА. Вот. В этом есть свои положительные стороны, но, конечно, немало и отрицательных. И главная причина, по мнению Шифрина, в том, что корпорация, когда покупает небольшое издательство, то есть такой лакомый кусочек, успешное небольшое издательство, которое классно издает книги, у которого хороший сводный каталог, отличное номинование книг, есть удачные, очень классные бестселлеры, которые позволяют издательству существовать. Корпорации начинают смотреть бухгалтерию, начинают так, 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 у вас 200 книг в каталоге, значит, почему-то только 15 из них приносят прибыль, 150 в ноль, а все остальные приносят только убытки. Так, давайте оптимизировать, 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 только так, все книги должны приносить доход. А с точки зрения Шифрина, и с моей точки зрения, я с ним совершенно согласен, конечно, не все книги могут приносить доход, никогда сборники рассказов не приносили доход, никогда сборники стихотворений не приносили доход. Мы сейчас не говорим о суперклассиках и исключительных бестселлерах, да, такое тоже бывает, но в среднем книги хороших писателей, а также сложные книги, они всегда были в лучшем случае в ноль, они никогда не выходят уж слишком большими тиражами, а если выходит, то очень медленно, то есть, книга может быть издана 20 лет назад, и очень медленно и потихоньку искать у читателя, просто потому, что в книге высказываются новые идеи, незнакомые людям, и люди к новым идеям относятся с настороженностью, они должны их переживать, понять, поверить в них, а потом это может стать суперхитом. Ну вот, кстати, для поэзии это особенно характерно, поэты вообще очень часто становятся известны либо уже совсем под старость, либо после своей смерти, просто потому, что идеи и слова, которые они используют, ну вот они еще пока не знакомы, они пока еще не интересны, потому, что нащупываются какие-то пути будущего для человека, а не 7-минутные вещи. И издательства просто погибают под гнетом корпораций, которые просто говорят, так, каждую книгу, каждая книга должна приносить доход, так, это не приносит доход, давайте издавать что-то другое, давайте там картинки печатать, давайте комиксы печатать, давайте что-то еще. И еще, конечно, москультовое производство, это не так уж плохо, по большому счету, пусть все это будет, но не ценой исчезновения хороших, сложных, интересных наименований книг, фильмов и игр. И книжка небольшая совсем у Андрея Шифрина, как тяжело ли быть издателем, ссылка на нее в описании к видео. Советую вам почитать, особенно если вы интересуетесь издательским делом, особенно если вы литературный критик, книгоблогер, особенно если вы сами что-то пишете. Это очень любопытное чтение, причем совершенно не обременительно, а скорее такое информационно-ироническое. Спасибо, что слушали меня, это все, что я хотел рассказать сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok